С вами канал «Учебник вслух». География, пятый класс. Тема урока «Что такое география?». Само слово «география» появилось более двух тысяч лет назад в Древней Греции. Книгу с таким названием написал в III веке до н.э. учёный Эртосфен из города Керена. Она рассказывала о природе стран, лежащих на берегах Средиземного моря. Эртосфен описал эти земли. Отсюда и название книги – география. В переводе с греческого «география» значит «землеописание». От слов «ге» – «земля» и «графа» – «описываю». Очень многие термины, которыми пользуются современные географы, имеют греческое происхождение. Так что скоро вы будете знать много греческих слов. Что же это за наука? Что она изучает? Чем вы будете заниматься на уроках географии? География – наука древняя. Долгое время она действительно была простым землеописанием. Люди путешествовали, открывали новые земли, знакомились с другими народами, изучали их, описывали их нравы и обычаи. Географические книги прошлого читаются как приключенческие романы, так как они рассказывают о дальних путешествиях, полных самых неожиданных опасностей. Но к концу XIX века почти вся поверхность нашей планеты оказалась описанной. Открыты, измерены и нанесены на карту все известные острова, реки, озера, горы. Стали говорить, что на карте мира почти не осталось белых пятен, то есть территорий, неизвестных человеку. Казалось, еще чуть-чуть, и география, как наука, прекратит свое существование. И от нее останутся только тысячи книг, описывающих поверхность нашей планеты, да подробные географические карты, которые эту поверхность изображают. Однако оказалось, что это начало нового этапа развития древней науки. В чем же заключается этот новый этап? Давайте разберемся. Рассмотрим такой пример. Предположим, что вам нужно познакомиться с каким-то новым механизмом. Как это происходит? Сначала вы осматриваете его со всех сторон, удивляетесь, какое все красивое и блестящее, как много разных кнопочек. То есть сначала вы изучаете внешний вид новинки, рассматриваете и описываете ее. А что дальше? Дальше вы начинаете разбираться с тем, как пользоваться этим механизмом. Что будет, если нажать одну кнопочку или другую? Для того, чтобы механизм прослужил вам долго, или в случае чего его можно было бы починить, надо разобраться, как этот механизм устроен. То же самое произошло с географией. Человек описал Землю, и она ему понравилась. Но он ведь не просто любуется своей планетой. Человек живет на ней, использует ее богатство, добывает из недр полезные ископаемые, строит города, прокладывает дороги, перегораживает реки плотинами, вспахивает поля, собирает урожай, сжигает огромное количество топлива, благодаря чему и живут на Земле все поколения людей. Для того, чтобы наша планета как можно дольше обеспечивала жизнь человечества, нужно знать, как она устроена, по каким законам живет природа планеты, как связаны между собой все ее составные части, как сделать так, чтобы хозяйственная деятельность не разрушала природу, и как можно было бы исправить нарушенное. Вот этим и занимается современная география. Она устанавливает, каким образом связаны между собой отдельные элементы природы, по каким законам функционирует природа, и что человек должен делать, чтобы эти законы не нарушать. Так древняя наука стала очень современной. К ее изучению мы и приступаем. Повторим главное. География в переводе с греческого означает «землеописание». Первым это слово применил древнегреческий ученый Эратосфен. Современная география – это наука о природе, населении и хозяйстве нашей планеты, о законах, по которым она живет и развивается.